Девушки отдыхают На мирно голубевший рейд был, как перчатка, кинут крейсер От утомительного рейса, спешивший отдохнуть скорей Но не кичитесь, моряки, своею силой утройного Тайфун взметает здесь пески, поэт идет на вас войного Пусть взор склоняющийся лиц покорной силе вас встречает Но с опозоренных границ вам стих свободный отвечает Твоей красе никто не рад Ты гость, который не был брошен О серый сумрачный пират Твой вызов в будущем уброшен Ты, седоватский капитан, куда зовет своих вопросов Не замечал ли ты вопросов поча холодных, как туман Пусть твой хозяин злобно туп, но ты свободный англичанин Уже не понял ты молчаний, струящихся со стольких губ И разве там средь бурни бед и черных брызг и злого свиста Не улыбалось ли тебе видение Оливер Кисто И разве там средь бурни бед и глотча включающегося шторма Не понял ты, что лишь в судьбе подвластно жизнь и жизнь не форма Воизврочный ты, воизврочный на себя вину Направить яростные ядра в разоруженную страну Хранимую лишь песней барда Матрос, ты житель всех широт Прикадешь, волю в море бросьте Ответствуй с ней и за народ И стань на капитанский мостик Балаганчик Это было трудно Мы начали с того, что достали мрачный сырой подвал Провели сами в него электричество и купили на все наши деньги китайскую ситцу Огромные розовые маки Зеленый фон Им мы обили стены нашего подвала Потом сделали подмостки Наверху подвалом был театр «Золотой рок» Оттуда мы таскали к себе вниз сломанные стулья и облегчало декорации В это время приехал Третьяков Два месяца по семь, по восемь часов подряд Репетировали мы пьесу «Похищение собинянок» Балаганчиком издавался журнал творчества Семь раз Сергей не любим? Семь раз Сергея не любим? Да, я очень тяжело отношусь, сложно отношусь к футуристам Да Они зря сбрасывали все с корабля современности То есть теперь сами попали в классики В неудобную ситуацию, да? С чем боролись, на то и напоролись Это Настя выбрала это все Я хотел Россия его читать Нет, потому что все виноваты Настей Ну вы поймете Наверное Сквозь слово В игольная лужка слова подсмотренные верблюды Пасущиеся в пустынях мозга Будьте оазисами Тогда нагнутся жаждующие верблюды Мои к вашим зеркалам глотнуть и отразиться Читатель Марта Тот, кто в этих буквах видит, жаждет К нему костями букв до сердца достучусь О пастырь на моих полях бумажных Он отличит в стадах чернильных слов И скорби, белизну, иалость, сердце Боль, запекшую в строках Он отличит сияние вершин Достигших с бездны Он отличит сияние вершин Достигших с бездны Я не знаю, как здесь говорить Он отличит сияние вершин Достигших с бездны мозга До звуков слов туманных Читатель Марта знает Чету букв и слова суету Читатель мой, как я, минует строки слов И очертания форм Вернется прочь к себе Еще без слов Несказанному в явь Блуждающим огнем из книжного болота Я вымелькну в него Безмолвный Март Вдруг смутным днем из книг Безмолвный Март Вдруг смутным днем из книги Сотрагнется, а вы, которые Случайно вам книгу резать незачем Воистину солгу Есть яд в словах иных Опасный, недостойным Дерзай случайный Захлопни книгу Марта И откинь, и сам откинься прочь К доступному К себя 18 января 1918 года Повторы и паузы Будем великолепны Я буду читать стихотворение Сергея Третьякова У него очень такая смешная судьба Дело в том, что до Сталина Он очень восхвалял революцию И коммунизм Но с ним поступили Он в одно время написал что-то не то И его расстреляли Поэтому я из своего выступления Сделаю небольшую клоунаду Товарищ, прошу Обещай Если когда-нибудь После смерти Нам, футуристам В драке из молотом Остегнует по смерти Столько-то золотом Глыбы собьют На глыбы Нас возводить Чугуну Но нам Говорить Спасибо Со вскрипом На многоточиях И прочее И прочее О гегемониях Гегегениев Товарищ Товарищ Армия Глоткая В очи Говорите Короче Ее Ее Ближней Ночью Клянись Комсометским Билетом Классиньи губ Кепкой Заводским Гудком Руку Поживым Товарищ Клянись Ночью Вложить Динамитный Патрон Под каменный Дрон Чугун Футуристов Из той Кто Целует Тебя Протанцуй Устал Вальки Гегегиев Швырь О-о-о А-а-а Взрыв Погодите Огомение На взрыв В шепке Товарищ Ночью Обычай Если Нашей Строкой Будут Пить Как Патрон Ски Морчин Учись Учись Товой Секой Куда Прешь Не смей Перечить Великим Тебя Не позволим Прешь Товарищ Клянись Бровями Сведенными Что Боевым Боевым Благом Выстрелом В сердце Правсоюзом Винтовой И Пятиконечной Звездой Клянись Нашей Книгой По черву Бить 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 Добровина До Несколько Возглом У Начальщика Чтоб Собственный Бег Был Жив И Остер Вали Наши Книги В Костер Обещаешь Каменный дом По улице Пограничной Ночлежка На его нарах Вспоминала Сеев Стояли Томики Ромба И Овидия Авторитет Высок Обитатели Ночлежки Восхищенно Слушали Апулея Третьяков Оконшил Юридический Факультет Московского Университета Печатался Теоретик Литературы Факта ЛХО Футуристическая Группа Творчества Сборник Стихов Железная Пауза Перелом Апрель 19-20 Японские Войска Варе Устоки Убит Сергей Лозо Третьяков В трюме Бежит Пекин Потом Харбин Чита Стихотворец Публицист Очеркист И драматург Драматург Антигеной Биоинтервью Реклам Поэма Юрий Уфельцев Вы тут все молодые и красивые Вы тут все молодые и красивые В том числе Да Но Может быть Ваши бабушки Вам рассказывали Я-то по возрасту Помню Знаете У нас там На вокзале Часы такие Были Они играли И останутся Как в каске И останутся Как в сказке Волочайские дни Так вот Этот стих Футурист Написал Парфенов Его правда Расстреляли Я немножко Про футуристов Расскажу В двух словах Что это были За люди Это были Довольно-таки Спецфильские люди Они значит У них была Какая базовая фишка Базовая Как это Магистраль Да Значит Взять Чехова Толстого Пушкина Утопить их Значит В этом Японском море Потом вырвать Сосну Размешать Вот эту Чернь Японского моря И вот Этой вот Краской Написать На всем Нашем Вот этом Что мы Раньше Все писали Написать Я Азия То есть Все что Ну То есть Они принесли Новую поиску В которой Такая фишка Была Это Азия Значит И вообще У них К соснам Было такое Отношение Интересное Они Садились Вот Тот же Март Они Садились На сосны Затаскивали Твой ящик Водки Пили Значит То первый Свалился Того стихи Плохие Но водка Никогда Не свалилась Потому что Не привязывают Вот Ну Это В двух Словах Про Футуристов Значит Занимая Ну Я скажу Про истоки Футуризма Занимаясь переводом Вот До меня Выступали Люди Читали Футуристов Наших Водиостовских Они Практически Тайфун Там Гурлок Ну То есть Они Все писали Про нашу Природу Значит Занимаясь Переводом Бахайской Поэзии Я понял Что первые Футуристы Были Бахайцы Вот Я вам Зачитаю Очень короткий Стих Да Почему Потому что Они Пили Не меньше Сидели Так же Точно На Соснах Значит Чем Занимались Бахайцы Бахайцы Местные Владивостоцкие Да Ну А то Не было Здесь Только Было Краскино Они Через Краскино Плавали В Японию С разными Дорами Вопросами К японскому Императору Но По этикету Они Были Должны Два Месяца Жить В этом Самом Ждать Приема И Вот Ожидая Этого Приема Они Что Делали Естественно Они Пили Как Все Нормальные Футуристы Вот Первый Футуристический Стих Да Вот Они Сидят Ждут Приема В Руни Распоредители Банкета Что-то Еще Вормочат Но Гости Пивны Стиль И Лежат В ожидании Выстав Столицы Кажется Бог Дождя Знает Сокровенное Желание Послов Промочить Горно И Так И Такое Чувство Что Аромат Новозда Везде Снаружи И Внутри То есть Вот Эти Футуристы Древние Теперь Переходим Уже О Какой Даже К Окончальной Речи Про Футуристов Настоящих Ну Уже Ненастоящих Последователей Бахайских Футуристов Значит Помимо Тех Вот Кого Здесь Всех Вот Ну Читали Изображали Ну Как бы Комментировали Футуристов Сюда Загнала Гражданская Война Да Часть Футуристов Естественно Вытолкнула За границу Часть Тут Расстреляли А часть Вернулась В общем-то В Советский Союз И Вот Два Футуриста Которые Здесь Был Один Из них Это Мой Тезка Я Даже Думаю Надеюсь Что Мой Родсенник Я Написал В музее В Ташкент Ну Жду Ответа Значит Виктор Уфимцев Был такой Это основатель Среднежавадского Футуризма Владивостока Он уехал Потом В Среднязию И он Считается Основоположником Среднежавадского Футуризма Основоположником Крайского Футуризма Считается Значит Михаил Синенко Который Жил здесь В Парказанске Раньше Сейчас Назывался Он уехал Повемокрин И он Основоположник Крайского Футуризма И вот В заключение Речи Почитаю Моё самое Очень любимое Тористическое Значит Стихотворение Футуризма Признанного Метро Ну перевод Мой Сукраинского Ну перевод Шикарный Вот Как и Сольство Само стихов Написано Значит 29 декабря 10 месяца 17 года Называется Ужас Служил Михаил Симененко На сестре Брате Там стояла Артелистская Батарея Он там был Военный Это вот У него такое Моё любимое Называется Ужас По ней Вот А ну Очень приятно С тем Что читали За меня Здесь Про вот Эти Тайфуны Ужас Метро Это все Ху-301 Тайкалей От бахайцев До вот Этого Ширновой Ночи Спаска И вот До сего Это такая Была Значит Сидящая На соснах Такая Мещая Молодежь Значит Ужас Семнадцатый год Повеяло Зашумело Сноя На брата И сестру Помесло На долину Туманы Призраки Безрук Кусками Мрака Забросало Межгорье Черными Крестами Закрутило Внизу Заскулили Души От адского Уныния А солнце Солнце Было Вблизи Пройти Сусловно Наш Гор На спасение Мучеников Стихный Мрак Развел И исчезли Кресты И я спросил Уявившегося На последнем Уздохе Кто ты? Такая Шикарная Вещь Марк Дагод Владимир Маяковский Название Знаете Я волком Бывыгрыз Бюрократизм К мандатам Почтения Нету К любым Чертям С матеря Не катись Любая Бумажка Но Эту По длинному Фронту Купе И кают Чиновник Учтивый Движется Сдают Паспорта И я Сдаю Мою Пурпурную Книжицу К одним Паспортам Улыбка У рта К другим Отношение Плевое С почтением Берут Например Паспорта С двухспальным Английским Левою Глазами Доброго Дядю Выев Не переставая Кланяться Берут Как будто Берут Чаевые Паспорт Американцы На польской Глядят Как во фишу Коза На польской Выпяливают Глаза В тугой Полицейской Слоновости Откуда Мол И что Это За Географические Новости И не повернув Головы Качан И чувств Никаких Неизведов Берут И не моргнув Паспорта Датчан И разных Прочих Шведов И вдруг Как будто Ожогом Рот Скривила Господину Это Господин Человник Берет Мою Краснокожую Паспортину Берет Как бомбу Берет Как ежа Как бритву Овою Да острую Берет Как гревучую В двадцать Жал Змею Двухметровой Ростую Экстаз Экстаз Был сильный Змею Двухметровой Ростую Моргнул Многозначащий Глаз Носильщика Хоть вещи Снесет Задаром Вам Жандарм Вопросительно Смотрит На сыщика Сыщик На жандарма С каким Наслаждением Жандармской Кастой Я был бы Исхлестан И Распят За то Что в руках У меня Молоткастый Серпастый Советский Паспорт Я волком Был выиграть Бюрократизм К мандатам Почтения Нету К любым Чертям С матерями Катись Любая Бумажка Но Эту Я достаю Из Широких Штанин Дубликатом Бесценного Груза Читайте Завидуйте Я Гражданин Советского Союза Молодец Аплодисменты Спасибо Папа Читающим Наше новое Первое Неожиданное Только мы Лицо Нашего Времени Рок Времени Трудит Нами В словесном Искусстве Прошлое Тесно Академии Пушкин Непонятнее Киероглифа Бросить Пушкина Достоевского Толстого И прочих И прочих Спароход От современности Мы Приказываем Чтить Права Поэта Первое Право На улечение Словаря Его объеме Произвольными И производными Слово Новшество Второе Право На непредалимую Ненависть Существовавшему Для них Языку Третье С ужасом Отстраняет От гордого Чела Своего Из банных Веников Сделанный Вами Винок Грошовой Славы Четвертое Право Стоять На глыбе Слова Мы Среди Моря Свиста И Негодования И если Пока еще И в наших Страках Остались Грязные Клейма Ваших Здравого Смысла И хорошего Вкуса То все же На них Уже трещут И трепещут Впервые Взорницы Новой Грядущей Красоты Самоценного Самовитого Слова Москва 1912 Декабрь Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok